1,850 Подойди сюда Покажи Вот эсметр, смотрите Давлю шум Пошли телеграфные станции Насколько проблематично при шуме, смотрите сами То есть слышно только очень громкие станции Постальные уже все, не слышно Выбираем шум Я говорю еще раз, что эта антенна микро-малая Эта антенна чисто показывает просто возможности Как можно из дома, из многоэтажки Полностью давить антишум То есть шумовую помеху Полностью давить шумовую помеху Или практически полностью И принимать Это сейчас работает 160 метровый диапазон Вот такие дела, ребята Вот такие дела, ребята Так Вот сейчас работают Сами видите, как прекрасно прослушивается 160 метровый диапазон Ну ладно, сейчас проходят какие-то соревнования Соответственно, в общем, станций много Поэтому очень удобно Очень удобно А вот 80-ка почему-то Так По поводу станций работающих микрофонов Сейчас пройдем, посмотрим Нет, никого нет Микрофон на 160 уже давно никто не работает Я так понимаю Поэтому, в общем-то Покажи, есть метр, с каким уровнем шум Или вот так Сами видите, что О чем-то говорить Или что-то принимать невозможно Снова убираем Обнуляем фазы Магнитной составляющей И станции пошли Вот аналогично это на всех диапазонах, значит На всех диапазонах работает таким вот образом антенна То есть по такому принципу То есть фазное и противофазное Ближнее поле Уничтожают друг друга Я имею в виду магнитные составляющие А электрические составляющие ослаблены электростатическим экраном То есть даже здесь вот Он никакого влияния не оказывает Потому что основная антенна находится внутри рамки Значит, как она построена Сейчас мы это дело быстренько раскидаем Очень-очень быстренько Чтобы Снять все вопросы по постройке Я специально здесь оставил Такие по нескольку Не совсем все это дело закручиваем Поэтому Если эту антенну я повторяю сделать Хотя бы метр Хотя бы Результат, конечно, будет колоссальный Так, все спроводники я отключу Я обещал, в общем-то, ребятам разобрать ее Показать, как все устроено Что Что находится внутри Вот это много времени у нас займет Посмотрим, как устроен трансформатор Все разберем Трансформатор сделан у меня Значит, в коробочке от какого-то крема У хозяйки я стащил Использованную Так что Баночку И там разбестил Трансформатор Вот когда я показывал В предыдущем видео Какой феррит применять Для приемных антенн Абсолютно любой, ребят Какой у вас есть Такой применяйте На УКВ-диапазоне Я показывал в одном из роликов Необычная антенна Как работает 2000-й НПМ На УКВ-диапазоне То есть Уровни сигналов достаточно маленькие Принимаемых сигналов То есть Магнитопровод Перемагничивается Он не входит в насыщение И на прием работает Абсолютно Любой Феррит Так Значит Вот так вот Из шприцев Я сделал такие замки Для баночки Обрезал шприцы Одноразово И вот так С обеих сторон Зафиксировал То есть Очень удобно Так Снимаем Трансформатор Тебе надо Напад посветлее Так Ферритовая защёлка Это обязательно Ребят Обязательно Ферритовая защёлка Это Ферритовая трубочка Можно колечко здесь Намотать на колечко Вот таким вот образом Кабель намотать Ну вот У меня есть такая защёлочка Я специально Ничего не крепил здесь Чтобы показать Чтобы был доступ Быстро То есть Вот таким вот образом То есть Три витка провода Толстого Почему толстого Вот Тут в принципе Для приёмной антенны Это не столь критично Но он держит форму И к нему легко Припаяться То есть Не нужно никаких Три виточка Достаточно Феррит Низкочастотный Сейчас я вам покажу Чтобы узнать Какой феррит Достаточно его поставить На 2 мегаома На мегаом Если нет На 200 килоом У кого какой прибор Вот на 2 мегаома Ставим И звоним Видите он звонится Этот феррит На передачу Не годится На приём Он работать будет На передачу Он работать не будет Этот феррит В защёлке Не звонится Это высокочастотный феррит Вот на нём Можно сделать Трансформатор Или что-то ещё Это не все Такие ферриты Но я обычно Применяю Вот такие вещи Это магнитопроводы От старых Телевизоров С прямой чашкой Система ОС Отклоняющая Система телевизора То есть Она Не звонится Вот это Кольцо Очень хорошо Подойдёт Для трансформаторов Вот Его можно использовать Для передачи То есть Если поставить Такое кольцо Вместо Вот этого Феррита То антенну Можно использовать Допустим До двадцатки На передачу Подключив Не К внутренним Проводникам Галетный Переключатель А к оболочке То есть Использовать Классическую Магнитную Рамку И трансформатор Будет находиться Также в точке Симметрии Вот И в точке Смена фаз Напряжений Вот Соответственно В точке Тока Так И вот Такие Вот От ОС Горшки Наверняка У многих Есть Они Сейчас Мы их Проколем Тоже Вот Так Щелк Щелк Он тоже Не звонится Вот Этот Феррит Годится Для Передачи Вот Такой Феррит На передачу Не годится Для Приемной Антенны Если кто Будет повторять Такую Антенну Я говорю Любое Абсолютно Первое Попавшееся Кольцо Берете Три Витка Мотаете На нем И все Будет Нормально Так Можно У кого Нет Сейчас Я покажу Еще Вот Такие Магнитопроводы ТВС П Образные То есть Их тоже Прекрасно Можно Использовать То есть Намотав Замкнув Магнитопровод Соответственно Закрепив Его В какой-то Веревочке Склеив Или как То есть П Образные Вот Такие Это Что касаемо Ферритов Значит Тот Феррит Который Не прозванивается На Мегаомнах Он Годится Для Передачи Тот Который Прозванивается Для Передачи Не Годится Все Трансформатор Разобрали Как сделано Так Уложительная Обратная Связь Я не буду Ребята Рассматривать Конкретно Этот орган Почему Потому Что Это Это Уже Навороты Чисто Навороты Усилитель И Значит Я расскажу Просто Как в пассивном Режиме Антенна Работает Потому Всех В основном Интересует Низкочастотный Диапазон 160 80 40 Там Ничего Не требуется Ничего Не требуется Вот Голая Рамка Значит Что Находится Здесь Внутри Давайте Смотреть Сейчас Даже Если Она И Порвется В принципе Это Не столь Важно Потому Что Эту Антенну Я Сказывал Ребятам Я Буду Убивать Потому Что Она Будет У Нас Запихнула Сейчас Пойдет Так Пригружи Чуть Чуть Вон Все Пошло Все Холохоп Убирай Ставь Куда Нибудь Значит Что Мы Имеем Здесь Нет Иди сюда Поближе Вот Те Катушки О которых Я Говорил Она Покрыта Сейчас Я вам Покажу Я Экспользитировал С разными Катушками Я Нашел Для себя Такой Оптимул То Есть Вот Эти Индуктивности Бескаркасные Вот И Вот Это Бескаркасные То Есть Толстый Провод Намотан Упакован А Вот Здесь Вот Здесь Фокус Есть Нормальный Вот Здесь Находится Вот Такая Катушечка Вот Она Выполнена Вот Из этого же Кабеля Сейчас Я покажу Как Она Сделана Я Специально Подготовил Посмотри Этот Сним То Есть Отрезается Вот Это Центральная Жила Кабеля РК 75 Со Снятой Со Снятым Челком Со Снятым Экраном Вот То Есть Для Приемной Антенны Это Антенна Токовая Естественно Нужен Хороший Проводник Но Для Приемной Антенны Такой Провод Достаточно Вот Эти Продолжение следует